Роман, вечер добрый. Привет, Андрюш. Канал Верников 100 инвестирования на линии. Расскажи, что это у тебя будет за семинар? Я случайно наткнулся на объявление. Это мой ежегодный семинар, который я провожу раз в год, где, в принципе, пытаюсь передать все свои знания, умения и навыки всем, кто желает поприсутствовать. Хочу от своего лица пригласить всех, кто заинтересован. Есть адреса, все явки и пароли есть либо у меня в инстаграме в топлинке, либо просто наберите Роман Андреев в семинар 2020 и найдете. В этот раз программа будет очень крутая, обновленная, прямо адаптированная ко всем реалиям. Так что, я думаю, что никто не пожалеет. Я буду сидеть в первом ряду. Ты не помахаешь так, нет? Не вопрос. Хочешь, приходи тоже. Во сколько это будет? Это будет 16-17 августа, двухдневный, будет интенсив по 8-9 часов. Сложно, но зато, по крайней мере, те, кто ходили, отзывы были хорошие. Поэтому тебя приглашаю, приходи бесплатно. О-о-о! И надо сказать, что завтра ты тоже выступаешь. Это мероприятие Санкт-Петербургской биржи. Да, совершенно верно. В 11 часов начинается наш блог, будет много интересных спикеров, будет даже герчик каким-то чудом туда затесался. Поэтому, я думаю, что дискуссия может быть интересной. Если дам тебе слово, я там модератор, ты помнишь, да? А, да, точно. Дискуссия будет интересная. Ну, что у нас по рынку? Вот эти вот замечательные полеты к Киеве, как тебе? А, ну, забавно. Жалко, кто до поддержки немножко не добил, а так бы я еще раз его купил. Но нет, так нет. Полеты, в принципе, нормально. Я думаю, что мы готовимся выйти уже вверх с боковика. Возможно, не в эту итерацию все произойдет, но я думаю, что обязательно произойдет. Поэтому, так сказать, пальцы на кнопках, вот, ждем прорыва сопротивления на 2,869, и, по идее, мы должны нормально ломануться. Ну, и Америка подрастает потихонечку. Вот, единственное, что напрягает, что она, скорее всего, это ХАИ-то обновит по плану, а вот мы до них можем и не дотянуть. Если не перестанут резко рвать Газпром со Збером, то можем, в общем-то, мы двинуть вниз и без обновления из ХАИ-ов. Но это пока так, как мысли-слух, не более. Ты в прошлый раз сказал, что в долгосрочке может быть доллар по 35. Ты давно издевался, да? Да нет, не издеваешься. Просто это же долгосрок, Андрюш. Не знаю, мои технические фундаментальные расчеты указывают. Ну, 35 уже нет. Это старая цифра. Сейчас она, я просто график переворошил. Сейчас зона 41-42. Вот так вот. 35, не знаю, да, скорее всего, уже нет, а 41-42 вполне возможно. Это просто нижняя граница аптренда, идущего с 85-го года. Мы всегда приходим на границы своих трендов. Всегда. исключений не было никогда. Мы их иногда пробиваем и идем ниже, но для этого, действительно, предпосылок нет никаких. Но то, что будет 40-42, я в этом более чем уверен. Возможно, даже, я еще раз скажу, это может быть не из-за очень крутого и крепкого рубля. Это может быть просто из-за слабого доллара, в конце концов. А тенденция к этому есть. Бесконтрольное печатание бабок никогда не проходит бесследно. Никогда. Даже в Америке. По поводу нефти. Как-то немножечко вниз мы отыгрываем, да? Ну, там, не знаю, по мне там рисуется диагональный треугольник. Я не знаю, там конечный или начальный для третьей волны. Пока разволновка внутренняя непонятная. Но потихонечку подбираемся к основным сопротивлениям. Они сейчас на отметке 44,8-45. Вот, может быть, 45,5 мы сделаем. Но все-таки потом, наверное, какая-то коррекция будет. Либо прорыв верхней границы этого диагональника, и тогда мы получаем третью волну с первой остановкой на 50 и в диапазон 50-55 попадаем после этого. Понятно. А пока, значит, играть еще вниз рановато. Не, ну, я половину своих стратегических лонгов закрыл. Я, по-моему, уже говорил. Это в районе 43-44. И, в принципе, надеюсь, что мы откатим вниз куда-нибудь хотя бы на 31-32, чтобы там перезайти. Но что-то надежды как-то тают. Не вяжется просто рост, так сказать, американского и российского рынка с сильным падением нефти. Вот это вот напрягает. Такой диссонанс идет по всем фронтам, кстати говоря, практически. Это обычно момент такой очень напряженный. Ты сказал, что индекс московской биржи что-то там пробьет наверх. Ну, может, не в час, а потом, да? И какие акции покупать-то? Надо покупать дивидендные бумаги, потому что пандемии, они все-таки не каждый год проходят. Вот. А дивиденды, компания наша, они платят всегда и неплохие. Сбербанк, Газпром, Металлурги наши, Татнефть, Сургут. Я думаю, что все они в следующем году уже будут платить нормально, а стоят сейчас недорого. ГНК на риске, Никель, то же самое. 14-100 поддержка, 14-400 поддержку, 17-400, блядь. Поддержку удержал, тоже вроде собирается расти. Короче, надо покупать основные фишки, которые еще и платят дивиденды. Значит, даже такой трэш, как ВТБ и Магнит подают первые признаки разворота и выхода из своего долгосрочного даун-тренда. Поэтому, возможно, и на них надо обратить внимание. Дешевая энергетика у нас до сих пор. Ну, в принципе, сейчас что ни возьми, все, в принципе, можно покупать по текущим ценам. Ну, конечно, чуть-чуть дороговато, чем было в марте, но, так сказать, по сравнению с долгосрочными перспективами, в принципе, все выглядит неплохо. Если что, надо, конечно, ну, как-то управлять риском этой позиции. То есть, надо либо хейдж брать, если все начнет валиться, либо стопы ставить. Живем, когда вулканим. Ну, а так это интересно, понимаешь? Это же интересно. По поводу серебра, ты как-то в этом поучаствовал, Раля? А, и там было вообще забавно. Я, так сказать, призвал всех покупать серебро, в принципе, еще давно. И сам купил, на меня выбило по сто, а после этого серебро отправилось в крутой ралли. Вот, без меня уже, к сожалению. Что-то в драгметаллах у меня не мой год. Вот, золото рано продал, и в серебре не перезашел. Ну, в принципе, мне акций хватает. Нефти. На какую доходность ты ориентируешься? Помнишь, мы с тобой говорили как-то, и ты говорил, что не претендуешь на лавры ЛЧИ. Ты, более скромная доходность у тебя. Ну, доходность в этом году очень хорошая. Ну, это нетипично. Просто далее, в общем-то, и вниз прокатиться нормально, и вверх. И нефть в два раза выросла. Только дурак не наживет. Ну, а так, да, доходность у меня средний, процентов 30-40 годовых. Вряд ли она кому-то сильно интересна. Кто-то орет, кто-то тебе мешает. Хейтеры орут. Это хейтеры, да, это малолетние. Бегают там на своих площадках. 30-40 это в рублях или в долларах? Это в процентах, Андрюш. Нет, ну, в процентах это... Ты у тебя рублевый фондируешь или долларовый, короче? А, рублевый, да. Я пока на русской бирже торгую, но, в принципе, у меня есть, как бы, локации и на запад, и я тоже там что-то покупал для клиентов. То есть, доходности, они везде сопоставимы сейчас. Рынки движутся примерно в одном ключе. Мы с тобой в прошлый раз обсуждали интересную тему, что Московская биржа будет торговать американскими акциями. А вот такая тема мимо тебя не прошла, что Санкт-Петербургская биржа будет торговать русскими акциями? Ну, это понятно. Это наш ответ, члены Чимберлияду. На самом деле, бред... И как ты к этому? И то, и другое. Ну, вот я уже высказывал. На мой взгляд, американскими акциями надо торговать в Америке. В России это не... Ну, не принесет никаких плодов, не будет ни ликвидности, ничего. Там хоть маркет межных привлекает, хоть что. Зачем, в принципе, это нужно? Мне особо непонятно. Дайте просто выход, так сказать, на американский рынок. Подключите ММВБ, так сказать, там... К чему там, как это называется? Сейчас Евро-Глобал или Глобус или еще чего-то. И, в принципе, и вперед. Зачем какие-то отдельные площадки организовать? Давайте организуем отдельную биржу для китайских акций, для еще чего-нибудь. На мой взгляд, это бред. Все. Значит, Роман, спасибо тебе большое. Я так понял, что посмотреть семинар, нужно зайти тебе в Инстаграм, посмотреть, где он проходит, да? Зайти в профиль, да, в Топлинк, там есть. Ну, принципе, у меня там и пост есть, в принципе, я уже написал его. Ну, и в Топлинке есть все ясные пароли. Но ты мне обещал один бесплатный билет. Один до меня, второй до девушки моя. Все, давай, пока. Однозначно. Все, давай, спасибо большое. Спасибо, Роман. Субтитры сделал DimaTorzok